Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Очень большой резонанс вызвал и новый формат роликов, и, соответственно, люди хотят знать, за счет чего у нас наполняется капитал. Кто не смотрел, ребята, ролик, вы можете, соответственно, вот здесь вот по ссылочке пройти, посмотреть, когда мы говорили о том, что у нас существует, то есть у нас есть некий такой виртуальный котел. Давайте, наверное, нарисуем его еще раз. Называем этот котел капитал. И, соответственно, во-первых, у нас есть такой вот большой кран, художник из меня тот еще, где у нас идут расходы, расходы на наше потребление. И у нас, соответственно, есть четыре основных, то есть всего шесть на самом деле, но есть четыре источника наполнения данного котла. И капиталом в данном случае, да, то есть мы также готовим в ближайшее время запись видеоролика про пять функций денег, соответственно, если хотите узнать, что это такое, потому что вот этот вот капитал, он измеряется деньгами. То есть к нам деньги приходят, и мы деньги тратим, да, они вытекают. И, соответственно, в ситуации, когда вытекает здесь дебет идет больше, чем вот здесь вот уходит денег больше, чем приходит, да, мы в состоянии банкротства, потому что у нас тут вообще ничего нет. Когда у нас, получается, размер входящего денежного потока равен размеру исходящего денежного потока, то мы находимся в такой достаточно опасной позиции. То есть в любой момент или сокращение здесь потока, или увеличение здесь потока. Сокращение здесь потока, увольнение, безработица, еще что-то, расходы прежние, да, соответственно, все. Мы опять переходим в состояние, вытекает быстрее, чем пополняется. Второй вариант, здесь начинает более активно вытекать. Причинами могут быть, опять-таки, ребенок родился, супруга, соответственно, вышла в декрет. Размер денежного потока в семейный капитал, да, сократился, а здесь, соответственно, он увеличился, потому что ребенок родился, и расходы увеличиваются. И таким образом получается, что мы находимся в очень рисковом состоянии, когда у нас количество денег, которые поступают вот в этот бак, сопоставимо с количеством денег, которые утекают. И как раз-таки в этом ролике мы говорили, что есть четыре источника поступления денег, и разберем их более подробно. То есть в чем заключается задача? Заключается задача, когда мы формируем капитал, когда мы занимаемся инвестированием, да. Наша основная задача заключается в том, чтобы у нас вот здесь вот пополнения было больше, и за счет чего мы можем ускорить наполняемость вот этого котла, да. То есть в идеале, как и тогда было произнесено, и сейчас я, наверное, про это же повторюсь, в идеале раз в пять лет просто у нас должен меняться размер вот этого котелка, куда у нас деньги сыпятся, да, потому что он просто... Размер капитала у нас до краев начинает переливаться, капитал, его становится очень много, да, и, соответственно, нам нужно поставить новую кастрюльку, поэтому давайте поговорим более подробно на тему, что же это за источники, которые наполняют нашу такую метафоричную кастрюлю, которую мы назвали капитал, и здесь непосредственно мы считаем, оцениваем мерой стоимости этого капитала являются деньги. Деньги, то есть здесь можно, соответственно, убрать... И напишем деньги. Деньги приходят, деньги уходят. Что здесь у нас может быть? То есть первое, заработная плата, да, мы получаем заработную плату, зарплату, и у нас пополняется вот этот наш котелок. Если мы говорим, что это деньги, опять же поговорим еще про функции денег, одним из функций денег является мера стоимости. То есть если мы получаем деньги в этот котел, то мы, получается, взамен что-то отдаем. Если взять функцию денег как меру стоимости, и мы хотим, чтобы нам приходило больше денег, да, то в этом случае, если деньги – это мера стоимости только лишь, то получается, что направление не только вот сюда, но и направление в обратную сторону идет. То есть мы-то взамен что отдаем? Когда мы получаем заработную плату, мы заработную плату всегда получаем взамен времени. То есть в любом трудовом договоре, вы, если его прочитаете, то в этом случае указано, что вам платят за время. Если вы не будете ходить на работу, то, соответственно, вы деньги получать не будете. Есть еще больничные, да, но больничные – это некая такая гарантия. И здесь нужно понимать просто эти деньги там за счет медстраха идут. Мы сейчас так глубоко в это идти не будем. Ну, то есть первое, что мы должны понимать, что если у нас только лишь один источник поступления вот в этот котел, да, денег – это и наша заработная плата, и заработная плата супруги, то у нас всего лишь один источник дохода. И в этом случае мы всегда получаем деньги взамен времени, который отдают. Второй источник дохода – это у нас получается, назовем это гонорар. Когда мы получаем деньги не в обмен на время, а у нас есть какие-то знания, у нас есть какая-то специализация, у нас есть какие-то определенные качества, которые позволяют нам продавать не время, а продавать результат. То есть когда мы нанимаем, например, адвокатом, для нас ключевым является не то, сколько времени он проработает, а для нас является ключевым результат, чтобы он защитил наши интересы. Когда мы приходим к стоматологу, и у нас болит зуб, мы ему платим за устранение боли за зуб, да, а не за количество времени, которое он будет устранять. И поэтому здесь получается, что мы отдаем какие-то наши узкоспециализированные знания, которые позволяют получить результат. Это второй, да, второй источник дохода, который может пополняться, который можем получать. Третий источник денег, то есть гонорар, продаем результат. И чем быстрее, чем качественнее, чем круче мы даем результат, тем больше размер гонорара. То есть, соответственно, есть люди концерта, да, приглашают артистов, есть артисты на разогреве, есть хедлайнеры, да. То есть, соответственно, артисты на разогреве получают один уровень гонорара, хедлайнеры, пришел ЛЕПС, да, ЛЕПС, соответственно, зарядил свою цену, да, за сколько он будет выступать. Поэтому здесь получается, что, ну, мы отдельно поговорим, каким образом увеличить. Но опять-таки, в данном случае мы платим за результат. Третий источник денег – это инвестиции. Инвестиции, в данном случае, что мы продаем? Инвестиции, если вернуться к предыдущему нашему слайду, да, который мы смотрели, о котором говорили, о котором говорили в предыдущем ролике, на денежном рынке деньги, помимо мерой стоимости, еще сами становятся товаром. То есть, деньги покупают. Капиталист, он может прийти и купить деньги, когда у него своих денег недостаточно. То есть, банки, они занимаются продажей денег, ничем иным. И поэтому здесь получается, что, когда мы говорим про инвестициях, мы становимся продавцами денег. И покупатели денег нам за это платят тоже деньги. Давайте посмотрим это более внимательно. То есть, инвестиции – это форма денежного потока. Что мы здесь продаем? Мы продаем деньги. И тогда в этой конструкции у нас возникает очень интересная история. Когда у нас здесь становится денег больше, мы начинаем деньги продавать во внешний контур. И эти деньги нам приносят еще больше денег. То есть, форму дохода. Занимаясь инвестицией. Поэтому инвестиции, я неоднократно об этом говорил, и в роликах говорил, инвестиции – это вложение в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибавочной стоимости. В форме купонов, в форме дивидендов, в форме чистой прибыли, которую получают акционеры. То есть, вот они, эти деньги. И получается, у нас возникает такая некая замкнутая история. Деньги приносят еще больше денег. То есть, то чудо, о котором все мечтают, о котором все говорят. И у нас, соответственно, есть еще один источник поступления денег. Называется он как бизнес. Чем бизнес отличается от гонорара? В гонораре, когда один человек сам занимается, ну, то есть, условно, стоматолог, да, он сам занимается, у него есть постоянная клиентская база, он ушел из стоматологической клиники, открыл кабинет, он сам работает на себя. Как только в этом процессе, в процессе этой деятельности появляется еще плюс один человек, помощник, секретарь, кто записывает, еще кто-то, да, это уже превращается в бизнес. Здесь у нас, получается, мы тоже продаем некий результат. Но результат можем оказывать не только сами, но результат могут оказывать еще другие люди, то есть, некие предпринимательские способности. Таким образом, получается, можно наполнять вот этот вот котел. Это то, о чем хотелось сегодня поговорить, то есть, первое, расставить точки над «и», за счет чего мы получаем. За счет чего мы получаем, наполняем наш котел деньгами. Это заработная плата, это возможен гонорар, это возможны инвестиции, это возможны бизнесы. Есть еще два дополнительных источника, сейчас, наверное, о них не будем останавливаться. И тогда возникает вопрос, а что делать для того, чтобы из источника в форме заработной платы получать больше денег, из источника в форме гонорара получать больше денег, из источника в форме инвестиций получать больше денег и из бизнеса получать больше денег. Хорошие вопросы, я думаю, мы ответим на это в следующем видео, поэтому обязательно подпишитесь на канал, прокомментируйте, нужно ли рассказывать, как здесь увеличивать, и кто-то скажет, Максим, не нужно, мне достаточно, я все понял, я буду заниматься зарплатой, карьерный рост строить и часть денег направлять в инвестиции в миллион за 8 проект. Хорошая идея. Если вы хотите развиваться у нас на канале, обязательно подпишитесь, колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых видео, и в одном из следующих видео как раз поговорим о том, как в каждом из этих источников получения дохода, получения денег, его увеличивать. На связи был Максим Петров, пока-пока.